Я решил немножко попутешествовать по окраинам Чапля. Сейчас уехал по Далатовской трассе, которая в Далат ведет дорога, и свернул в сторону Камрани. Камрань находится там. Сейчас буду выезжать опять на Далатовскую, поеду туда чуть-чуть, горы проеду. Здесь такие манговые деревья посадили, видно, молоденькие совсем. Там какие-то разработки в сопках кто-то садит на таких склонах, конечно, капец. Как они потом это все собирают. Тут что-то под засохшие банановые пальмочки. Цветов нет, я вам показал, как бананы цветы. Какие-то окна цветы. Из множества таких цветочков состоит. Огромный по центру там цветок. Маленькие-маленькие. Тоже как гроздь выглядит. Вот эта трасса идет на Камрань. Одна из трасс, их несколько. Одна идет вдоль моря, а другая вот, огибая сопки, горы. Какой-то водоем-то. Типа речки. Не странно тогда, что пальмам воды не хватает. А, но здесь даже какой-то канал сделан из бетона, мне кажется. Но это, видимо, для орошения вон тех рисовых полей. Там тоже рисовые поля идут дальше. Сейчас я проеду туда немножко. Проводов много. А так бы была прям природа природная. Кабели идут там, люди живут. Здесь вот провода проходят везде. Портят весь пейзаж. Там опять рис. Да, сейчас рис, видимо, еще не начал даже цвести. Поэтому он выглядит как трава. Такие тут рисовые поля. Когда садят только рис, он весь в воде находится. Такие рисовые поля. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, коровочку снимаем сейчас. Так, я не смог устоять перед коровками. Смотрите, какие маленькие. Сейчас я их пофотографирую. Там еще здесь две пастушки женщины. Такие ухоженные коровки. Видно, что хозяева за ними следят. А, вот еще третья пастушка. Или это рыбачит сидит. Всем чао. Смеется, сидит на том берегу. Там вон купаются. Это не маленькие стоят такие. Полесенькие такие. Маленькие бычки такие. Полесенькие. Мне нечего вам дать. У меня нет хлеба даже. Сахара нету. Такие вот. Да, что ты хрюкаешь? Хрюкаешь? Не бойся. Что ты боишься? Я, собственно, люблю байк. За то, что ты можешь ездить по нетуристическим зонам, по деревням, по окрестностям, по сопкам. Очень интересно всегда. Прям где-то заехать в деревню, остановиться, даже перекусить. Там везде интересно, вкусно готовят. И очень-очень дешево. Вот сейчас больших храмов очень много по дороге. Но вот таких вот маленьких, старинных тоже встречаются. Есть вот в маленьких деревнях или тут вообще буквально два дома и вот стоит этот храм. Но вроде он не совсем заброшенный. Там вроде и цветы желтые стоят. Значит, к тету кто-то украшал. А вообще эроглифы. Раз есть эроглифы, значит, это старый храм, потому что эроглифы у них пропали с появлением французов. Французы им грамоту сюда поменяли как бы письменность по Вьетнаме. Он стал такой... Ну, как сказать... Ну, в общем, английские буквы только произносятся совсем по-другому. И есть всякие значки, да, как вот у нас над буквой Ё. У них есть галочки такие. Поэтому вот такое интересное. Ну, эроглифы они многие могут читать. Вот такие тут собаки прикольные. Такой совсем маленький храмчик. На нем написано 2011, но это что-то не то, видимо. порядковый номер. Здесь такие маленькие. С тигром, кстати. Ой, как они называются, забыл. Они же и у нас такие есть. Наши религии в христианской. Вот такой вот. Совсем малюсенький. У него крыша очень интересная. Ну, не только у него. У многих там такое, как солнце. Потом вот, как языки пламени, драконы. Ну, вот так. И вокруг, по сути, ничего. А, вспомнил. Алтарь. Алтари. Типа алтари такие вот уличные. Большие. Стражники, как всегда у них. Здесь такие, как небольшой барельеф стражника на входах. Большие храмы, они прям скульптурами стоят. Там тоже стражник выглядывает. Охраняет. Ой, а с этой стороны какая-то жар-птица нарисована с когтями дракона. Птица-феникс. Видимо. Что такое наверху? Она несет в своем клюве какую-то штуку. Потому что ленточка голубая. А что за штука? Я сначала подумал, какая-то ракета, что ли. непонятная что-то. Наверное, а, это свиток, ребята. Вот они, две палочки, две палочки, а это сам свиток. Какой-то свиток, какую-то весть. Благую весть несет. Все, дошло. Во Вьетнаме надо доходить постепенно. Иногда переводчик такое переводит их. Вот даже у хозяйки. Что нужно в голове это все трансформировать и перевести. И понять, о чем она говорит. Ну, вот такой своеобразный язык. И иногда они очень долго формулируют. Прям вот раз такие в ступор входят. Я не понимаю, с чем это связано. Но это точно не с тормознутостью связано, а вот с каким-то именно... Ну, я не знаю. Мне говорили, что язык вьетнамский, он... Чем неправильнее слова укладываешь, тем они тебя больше понимают. Не знаю, насколько это правда, но вот такое впечатление, что они как-то хаотично, правда, это все укладывают. И сами иногда друг друга не понимают. Как в Китае, собственно. Из одной провинции в другую въедешь, и тебя не поймут. Местные же и не поймут местных. Но сегодня у меня будет серия фотографий в животный мир. Домашние животные, быки, коровы. Вот быкосеменитель здоровый какой. Видите, они горбатые какие. Это вот что-то рога маленькие, а вот у них тут еще буйволы есть. Вот это, конечно, капец. Ну что, вкусная вот эта трава? Она же сухая, как ты ее ешь? Такой вот горбун. Там вот еще пасутся. Такие тут виды красотень. воздух чистейший. Потому что предприятий тут особо-то нет. Предприятие больше там, где Хашимин, Сайгон. Боится. А вот это как раз и есть буйволы. Смотрите, какие мохнатенькие такие. И какие у них рога огромные. Он их приманивает, зовет. Видит, что они меня испугались. Эй, что вы боитесь? Идите сюда. Не, я что-то сам как-то их побаиваюсь. Они здоровые такие. Как в азиатские, маленькие, но они видят, что я что-то в руках держу. И у них такой этот испуг. Идет, идет один проверить. Вожак, наверное. Сейчас я фотоаппарат достану. Фотографирую. Там мой байк стоит. Это рис. Это горы, сопки. Да, стоит так и нюхает, вдыхает. Чужака почувствовал. Меня, в смысле. Такая железная дорога проходит через деревню. Маленький переездик. Только для мотиков, видите, встает столбы ограничительные. Только мотики могут тут проехать. Вот уже дома здесь. А это вьетнамские куры и петухи. Такие вот они, худенькие. Когда я у вьетнамки спросил, почему ваши куры такие худые, она сказала, вьетнамцы спортивные и куры у нас спортивные. Так что это спортивные куры. Но они зато на натурпродуктах. Никаким комбикормом их не кормят. Они вот как дичь. Поэтому у них мясо как у дичи. жестковатые кости. Мало их, и они такие кровяные. Ну, прям вот как дичь, когда куропаток ешь или рябчиков. Вот нечто подобное у вьетнамских кур. Я заехал еще в одну деревню. Пока солнце светит, буду ездить снимать. Рисовые поля опять. Ну, собственно, рис садят там, где есть вот какие-то речки. Потому что он воды очень много требует. Поэтому обязательно какие-то должны быть каналы, реки. Вот сейчас еще меня собаки облавят. Всем чао! Так, дорожка есть дальше. Проедем дальше. Ну, это, видимо, станки под виноград. Но самого виноградника я не вижу. Может быть, что-то другое. Наши поиски риса увенчались успехом. Вот этот желтый рис, это уже воспевающий. Он еще не до конца созрел, раз они его не собирают. Но это уже все. Это уже вот он рис, какой видите. Они собирают два или три раза урожай. Зависит, по-моему, от высокостного, невысокостного года. Я не знаю, но вроде как иногда они даже по три раза умудряются собрать. И может быть рядом поле тока засеянное, потом где-то уже взошедшее, а где-то уже прям собирают. То есть, чтобы это все разом не собирать, это очень сложно. Они постепенно делают, потому что круглый сезон у них растет. то есть, позволяет погода, позволяет климат выращивать круглый год рис. Поэтому он у них растет круглогодично. А уж как они там по полям его садят для своего удобства, что это пока зреет, это уже созрело, сейчас будут собирать. То есть, этот кусочек они соберут. А если им разом пришлось бы собирать вот это все огромное поле, они бы тут померли, и он бы уже стал бы осыпаться, рис. Поэтому очень хитро это сделано. И поэтому, когда едешь и поля уже желтые, значит, это уже воспевающий рис. Или уже, может быть, его даже скосили, бывают желтые уже остатки травы вот этой, листьев. А зеленые вот. Но выглядит он прям вот просто как травка. Обычная трава. Пока вот он не зацвел, пока он не созревать начал. А когда вызревает, уже видите, вот это вот и есть рисинки. И так, чтобы на солнце видно было. Вот это рис. Если ее распотрошить, там внутри рис. Очень много птиц здесь, таких как цапель белых. Вот сейчас почему-то тут нет. Но они и очень много змей говорят вот в этих плантациях. не знаю, полевых мышей или они там ловят. Там же водянистая такая, ну, болотистая местность обычно там, где рис растет. Там вижу пальмы, скорее всего, банановые. А выше, ну, наверное, тоже манго, скорее всего. Здесь очень много манговых плантаций. Очень много. Если ехать к Далату, это высокогорные районы, более прохладные, то там уже и кофе растет, и клубника растет, и они выращивают там артишок. то есть там очень много всего растет. Здесь все-таки в такой жаре, в таком климате не все, не все растет. Много чего из соседних провинций привозят нам. тут еще фрукты растут. Я сейчас просто в голове не вспомню, какие. Скорее всего, и сердце дракона тоже растет здесь. Он не сильно такой привередливый, мне кажется. Да, он растет на таких кактусах же. Поэтому, скорее всего, его здесь тоже выращивают. Они прямо из деревни приезжают на таких больших тачках на рынок. И прямо с этих тачек, ну, как тележка такая, пристегнутая к мотику. И торгуют. Поэтому, скорее всего, сердце дракона, как и джекфрут, оно растет здесь, в нашей провинции. Манговые деревья, здесь уточки гуляют. Манговый сад. И тут манго цветет. Прям запах стоит от них. Ну, как бы пахнет, но не так прям, чтобы прям очень-очень вкусный запах. такой приятный, но немножко даже фруктовый. Это не утки пасутся тут. Ой, какой общипанный. Это курица общипанная, а не утка. Уточки все красивенькие. Вот, смотрите, как манго цветет. Странно, да? Как будто прямо это гроздьями. Но это точно манговое дерево, я знаю. Я по листве знаю. вот цветет манговое дерево. Сейчас я на частной территории, сейчас меня тут с ружья пульнут. Да, такой запах медового с чем-то такой, с кислятинкой какой-то такой вот. А, вот манго висит, ребята. Вот, я же говорю, это манго. Вот он, зеленый манго висит. когда созреет, тут будет очень много плодов. Около нас растет манговое дерево и как только ветер, они по крыше так падают эти плоды. такой сад манговый. Еще куры пасутся. Ну, здесь хозяйство, я забрел прям в чужой двор, так скажем. Там не огорожено, я набрался наглости. В принципе, в деревнях они все доброжелательные очень. В городе тоже, но в деревне больше. они помогают и улыбчивые в гости зазывают. И если у тебя нет денег, они тебя и накормят и напоят. Ну, собственно, даже если есть, могут просто позвать в гости и напоить чаем или кофе. Что-то один плод попался и все. Может быть, я просто не вижу. жарко очень. Это солнце уже скоро будет садиться, но все равно очень жарко. Это не сопки. Кто-то видите, как живет прямо под горой. в тени как хорошо. Тишина. Если б не куры, вообще тут было тихо-тихо. И петухи орут. У меня тоже там, где я живу, петухи день и ночь орут. Да, больше плодов не вижу. Только в цвету все. Кстати, сейчас манго по-моему не особый сезон. Их привозят из какой-то соседней провинции, поэтому манго сейчас такие дороговатые. Сейчас я пофотографирую. Тут меня собака облавила. Кокосовые пальмы. Они уже почти вызревшие кокосы. Большие крупные. Пальмы еще такие низкие маленькие. Но зато удобно срезать ничего не надо. специальные палки у них такие есть с резаками на конце. Они так рубят ими. А тут подошел и срезал ножом. А тут еще не созрел. Ой, жарко. Сейчас через час где-то уже солнце не будет греть. Но пока еще болит конкретно. Вот тот сад как раз где я гулял на той тропинке. едем дальше. Дальше.